Привет, ребята! И добро пожаловать на канал Эллин Стар! Сегодня мы с вами попробуем рецепт, который самый популярный на западном ютубе. Естественно, он у всех работает. И если этот рецепт у меня сработает, я вам обязательно его порекомендую. Так что поехали! Стоп, стоп! Ребята, если вы еще не подписались на канал, то попрошу вас подписаться и нажать на колокольчик. И если вы сейчас подпишетесь, вы очень сильно мне поможете. И я вам буду очень благодарна. А тем, кто найдет в этом видео звездочку, я в следующем видео обязательно передам привет. Пишите в комментариях, где и когда вы увидите звездочку. А теперь поехали! Этот рецепт самый интригующий. Я посмотрела его на канале, который я смотрю. И у них слайм получился. Нам тоже проверяют рецепты. Я налила шампунь. А также можно добавить гель для душа по желанию. Ребята, вы не поверите! Больше никаких ингредиентов! Но! Нужен фен! Представляете? Дальше было непонятно, что по времени и как нужно делать. Поэтому не говорите мне с Алиной, напиши сколько минут это все нужно делать. Я не знаю. Давайте мы сначала придадим ему цвет. Нужно с помощью фена это все осушить. Пока мы не увидим, что слайм становится сухим. Вот так мне было понятно. Перемешиваем. Цвет очень крутой получается. Пахнет шампунем приятно. Ну, начинаем! О, ребята, тарелочка-то горячая! Я на это потратила примерно 7 минут. Может надо было дольше, не знаю. Ну, вроде он достаточно сухой. А теперь моя самая любимая часть. Это не трогайте его 3 дня. Хех, обожаю такие рецепты. Встретимся через 3 дня. Для вас это будет секунда. Вот оно стояло 3 дня в холодильнике. Оно должно было остыть, застыть. В общем превратиться в лизуна. Ну что, проверяем, что получилось. Пока что напоминает какую-то желейку. Вроде похожую на лизун. Если его вот так вот брать, оно определенно уже не жидкость. Соберем в кучку и выложим на стол. Он почти не липнет. Кто-то говорит, что это уже тоже лизун, который растекается, но явно не похожий на жидкость. Кто-то говорит, что это неудача. И выбрасывай это. Учитывая, что он сделал из одного ингредиента, попробуйте сделать, если у вас есть лишний гель или шампунь. В общем делаем выводы. Получается желейка. Итоги хочу сказать вам, ребята. Из шампуня настоящий слайм не получится. Разве что добавить в него клей и тетраборат. Но поэкспериментировать вам, конечно, советую. Подержать можете не 3 дня, а 3 часа в холодильнике. Может я зря добавила краску. Попробуйте без красителя. И напишите в комментариях. Мне будет интересно узнать. Давайте будем исправлять ситуацию. Если он должен быть без клея, мы добавим туда легкий пластилин. Добавлю еще один легкий пластилин. Это уже немножко похоже на слайм, но все равно он очень жидкий. Добавим еще одну подушечку легкого пластилина. Для загущения давайте используем пену для бритья. Розовых уже цветов нету, добавлю красный. Теперь пены. Уже не помню, сколько я добавила легкого пластилина. Вот что у нас получилось в результате. Ведь здесь столько много шампуня. Подписывайтесь на канал, кто впервые посмотрел видео. Всем приятного настроения, всех люблю и всем пока!